Поэтический дух Питера сохранился не только средь парадных, многочисленных харах и коммунальных квартир. Теперь стало модно писать стихи. Молодые люди в Санкт-Петербурге живут насыщенной жизнью и в свободное время даже пишут. О начинающем писателе-спортсмене Вячеславе Слепцове смотрите в сюжете наших коллег из Санкт-Петербурга. Победитель конкурса «Мистер Якутск-2015» Вячеслав Слепцов переехал в Петербург совсем недавно. Сейчас молодой человек работает тренером в одном из фитнес-залов города. Своё свободное время Слава предпочитает проводить как можно активнее. Сейчас я занимаюсь, грубо говоря, всем подряд. Начиная от экстрим, заканчивая какими-нибудь походами, в фотовыставках участвую. Даже однажды выступал боди-арт-моделью. Ну, самое запоминающее – это рок-джампинг. Я прыгал с верёвками, с тарзанки, паршютом прыгал. Ну, это не сильно меня впечатлило. Одним из увлечений Вячеслава также является и стихотворчество. Пишет он ещё со школы. Как научился писать, соединить слова в строку, то с этого момента я начал писать. Я не читал, что это стихотворение, я читал, что это рэп. Я думал, что я буду читать рэп. Но со временем я понял то, что нет, рэп – это совсем другое. И как делится наш герой, всё, что касалось письма, он делал рифмованно. Бывало, доходило и до официальных писем. Я разбил окно, и пришлось писать объяснительно, почему ты это сделал. И вот я там рассказал всё в стихах. И мне очень удивились, ты что, стихи пишешь? Все потряслись, типа, как так? И учительница по литературе очень заинтересовалась. Даже звала к себе домой, говорит, ну, когда показывай свои стихи, почитаем, посмотрим. В городе на Неве Вячеслав часто посещает встречи писателей и выступает собственными произведениями. Своим творчеством начинающий поэт хочет донести до общества истинные ценности и просит читателей быть настоящими. Всё творчество – это выворачивание своего внутреннего мира. Но сейчас какие-то рамки появятся, что вот так нельзя писать, вот так можно писать, так нельзя использовать. Это очень мне не нравится. Человек хочет – пусть пишет. Время такое, странное. То, что на тебе одето, важным стало. Ещё важно, какая у тебя мобила, машина, заумные слова, кто твоя пара. Главное, с кем ты, знакомый и кто. И что дальше? 9 мая всё меньше ветеран, а вы также трачите свой мобильный экран. Не стыдно, люди, вам. Разве для этого он получал множество ран, чтобы наше поколение назвали игроман? Не спорю, и у меня есть свои игрушки. Не всегда богата, логична и точна речь моя. Но всё же, из-за в кипу книг странных поэтов веков 19-20-х, был в театрах, переборов свой страх. И написал этот, не совсем уместный стих, ведь время такое странное.